Друзья, прежде чем мы начнём, здесь в этом видео будет излагаться наша точка зрения, поэтому просим проявить уважение и понимание. Итак, всем привет, с вами канал DDPlayers813, с вами сегодня Данила, моя жена Даша. И хотим обсудить вот такой вопрос. Конечно, мы старались его всевовсячески не касаться, ну потому что мы играем и играем, мы получаем свой кайф, получаем. Но, соответственно, вы знаете, мы любим игру Call of Duty, мы не видим ничего плохого в том, что мы её любим, для нас она дарит нам удовольствие, у неё это получается и получается хорошо. Но вот недавно у нас вышло событие, тематическое, эти, как их, Киногерои 80-х. Рэмбо и Крепкий Орешек. Так, да. Прикол в чём, то есть у нас есть событие, называется Киногерои 80-х, но при этом сами герои у нас платные, реально платные. И знаете, вот сейчас, конечно, вот уже просто наболело и просто хочется реально сказать. И, кстати, прежде чем у вас возникнет вопрос, где-то, мол, а кто мы вообще такие? Вы чё за олухи? Вы кто? У вас всего-то 51 подписчик на канале. Господа, мы те, кто, извините меня, за игры платят. Да, как бы грубо сказать, мы потребители. Мы не то, чтобы там архи охренеть какие-то геймеры, но мы тоже игроки, мы тоже люди. И мы играем, и нам хочется играть. Ну вот именно. И получать тоже все фишки, и от игры тоже охота. И вот тут просто возникает вопрос. Вот выходит событие, и герои, вот до этого, потому что было событие, как его, с Адлером, да у нас? Да, с Адлером. Спасти Адлера. Суть, как важно, выходила, но причём не так давно. Да, и суть чём. Там выходила эксклюзивная награда, которая была в форме эксклюзивного скина для персонажа. И чтобы её получить, нужно было просто играть. Выполнить там несколько задач. Там даже возникла такая ситуация для игроков режима Warzone, что они выполняли задачи, а у них они не засчитывались. В итоге, в качестве извинения, разработчики вручили всем вот этот скин, всем, кто играл. Это хороший шаг, адекватный. Но вот сейчас выходит тематическое событие, выходит, как бы там у нас два оперативника. И знаете, как бы это прикольно, здорово. Мы даже хотели бы кого-нибудь из них к себе. Не, ну действительно, извините меня, Рэмбо, Крепкий Орешек, из-за них есть возможность поиграть. Они там, говоря какие-то классические фразы, ну как бы прикольно. Но, товарищи разработчики, вы сразу за это требуете бабки. Ну извините меня, хорошо, очки Call of Duty. Но что такое вот эти вот Code Points, очки Call of Duty? Это бабки. Это, мать его, бабки. Значит... Один вопрос бы, вопрос бы отпал бы сразу же, если бы, вот то же самое, при прохождении боевого пропуска, то есть там мы бы давали бы их больше, чем их дают на самом деле. То есть там сколько там, ну может тысяча, около тысячи за весь боевой пропуск ты получаешь их бесплатно. Вот давай, точню, я насчитал, каждый боевой пропуск мы можем получать тысяча триста. Даже тысяча триста. Да, ну просто, либо вы копите-копите, но просто, как получается, тысяча это минимум на следующий боевой пропуск. Если ты хочешь это делать, ты можешь этого не делать, в принципе. Тебе это без разницы. Спасибо нашему другу, что он когда-то помог нам получить этот боевой пропуск. Потому что, честно, без него, без этой помощи мы бы не стали этим заниматься. А так получается, то, что мы получаем за боевой пропуск, мы тратим на следующий боевой пропуск. Ну, чего уж греха таить. И остается у нас шиш с маслом. Да. Ну, ладно, хорошо. Но этого могло и не быть, и видите, как получается. То есть это ты меняешь бабки. Давайте я скажу про боевой пропуск. У нас, то есть, есть вот тысяча очков. Мы берем стандартный боевой пропуск, 2400 очков, это со всякими приколюхами. Но, 2400 очков, это 20 долларов. И вот ровно столько сейчас стоит один оперативник, вот в этой Call of Duty. Один. Вы только вдумайтесь. А по сути дела, что это такое? Вот так вот, если приглядеться, если подумать трезво, то это просто шкурка. То есть он не отличается ничем, кроме манеры речи и внешнего вида. И все. Знаете, да не как вот в моей любимой Ace Combat, что выходит... Да, да, да. Но выходит дополнение, и понимаете, выходит самолет, и он реально, он отличается хотя бы как-то. И действительно, геймплайн, и ты маломальски это чувствуешь. А здесь нет, здесь просто тебе продают шкурку. Буквально смысл слова. И вот это, знаете, ну заставляет задуматься, что вы, ребята, вы за что просите 20 долларов? Вот реально, вы за что просите 20 долларов? С учетом того, что сама игра стоит 60 долларов, ты говорил? 60, да. Просто, понимаете, вот это вот один пример, а теперь начинаем ширить. Ну, ширить. Гениально. Начинаем мыслить шире, да. А сколько вот сейчас в современном индустрии вот этой проблемы? Что реально, ты берешь игру за полную цену, там потом происходит мероприятие, которое говорит, играть, ага, хрен тебе, покупай сразу. Просто покупай и все. Есть такие игры, которые прям в наглую пихают тебе этот магазин. Вот здесь вот я говорю, видите, происходит у нас событие тематическое. И нам говорят, хочешь тематическое развлечение, покупай. То есть не выигрывая, знаете, я бы мог бы еще посмириться, если бы... 50% скидка какая-нибудь была. Нет, 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 даже нет. Вот, есть событие. Мы зарабатываем на этого персонажа. Ну, или так, да. То есть мы дрочимся, дрочимся. Давали бы этих очков Call of Duty больше. Да даже нет. Как с Адером. Просто дали бы больше заданий. Там не сколько? Не 6, а... Окей. Не справился с заданиями? Ну, хорошо, вот тебе можешь купить потом попозже. А так получается. У нас мало того, что они платные, так еще на них время. Это эксклюзив на 30 дней. Сейчас осталось уже на момент записи видео 22. Ну, сейчас обида, я говорю, больше не Call of Duty. Это просто вот пример того, что мы вот сейчас имеем. Видите, это, наверное, для нас это была последняя капля. И мы решили, да, нашим маленьким каналам, но поднять этот вопрос. Потому что, опять же говорю, мы игроки, мы имеем свое мнение, потому что мы потребители. Игры должны быть не только для богатеев. Для того, чтобы рубить деньги. Знаете, вот сейчас наверняка многие начнут говорить, типа, да вы нищеброды и так далее. Да, признаем, мы нищеброды, потому что мы в России живем. А те, кто сейчас вот думают, что да вы нищеброды, да я богач. Ребят, вы точно в России живете? У нас как бы у всех невысокие зарплаты и так далее. Давайте мыслить так вот широко. Но все мы хотим получать удовольствие, правильно? Но, увы, не все это позволяют. А так вот смотришь, рынок как будто реально настраивается на богатеев и устраивает акции чисто для них. Это как понимать? То есть мы уже, наш класс, не люди, так? И при этом это однозначно, это же не только у нас в России. Это и в Европе наверняка, на других континентах, еще где. Но не каждый может себе это позволить, вот реально. Вот, допустим, привести хороший пример. Помнишь Halo 5? Да. Вот там мультиплеер у нас выходит, набор, допустим так. Нам предлагают сразу выбор. Либо мы играем, копим своими силами. Валюту этой игры. Либо покупаем. Либо мы уже тратим на это живые деньги. Если нам лень не играть, конечно же. Да. И что самое главное, вот вспомни, мы с тобой вот тогда, помнишь, играли? В Halo 5 мы реально накопили вот несколько таких наборов тематических. Да, на несколько наборов сразу же одновременно накопили. Это вот как хороший пример. То есть, понимаете, мы купили игру, так? Ну, в данной ситуации мы взяли консоль, которая идет с этой игрой. Полностью эксклюзивная консоль. Так. Соответственно, нам дают все условия, чтобы мы могли отыграть. Ну, а если нам лень, купить. Окей. Сейчас не на хорошем счету компания Ubisoft. Так? Так, со своими магазинами, что в Assassin's Creed, что в Ghost Recon. Но так, если подумать, у нас есть Ghost Recon Wildlands. И там до сих пор выходит испытание. Где ты горе пополам. Но ты можешь заработать какие-то эксклюзивные предметы. Путем выполнения заданий. Да, это долго, нудно, намного дольше, чем в Halo. Прям вот. Иногда некоторые задания теряют, что называется, рассудок. Но, тем не менее, маломальские возможности есть. Ну, и там, по крайней мере, знаете, изначально вот есть огромный набор предметов в игре. И, в принципе, ты уже как-то можешь играть спокойно. Даже не обращая внимания, что там есть покупки, нет покупки. Это уже так, на любителя. А вот тут, понимаете, есть где-то действительно интересные предложения. Но тебе сразу говорят, плати. Плати. Не накопил? Най, лошара. Знаете, вот это немного даже как-то и обижает. Серьезно. Ну, честно, я не думаю, что вот как-то, знаете, вообще к этим платным акциям можно относиться как-то адекватно. Вот взять мобильную игру какую-нибудь, элементарно. Значит, сейчас играешь в игру, смотришь рекламное предложение. И там тебе за 4 тысячи рублей предлагают компьютерный кораблик. 4, мать ее, тысячи рублей. Вот, понимаете, сейчас 2,5 стоят. То есть вопрос, это как? Кораблик виртуальный, действующий геймпад 2,5 тысячи рублей. Даже нет. Полноценная вот игра на консоли. Просто один кораблик, серьезно. Это я, к примеру, складывается ощущение, что действительно, вот, игры просто забивает на свою слабую аудиторию, но которая, которая от них немалая. Учитывая, что мы еще и в России, так вообще так учитывая, что нас кладется и забивается. Но вот недавно, допустим, взять еще ситуацию с Warface. Это просто вообще какую наглость надо иметь, чтобы давать возможность брать игровую валюту в кредит. Ты даешь какому-то неизвестному банку свои данные, всю информацию, просто ради игровой валюты. Это, по-моему, вообще наглость. Причем, про Warface, наверное, вообще отдельно стоит сказать, потому что эта игра, по-моему, с 2012 года ни черта не ремонтировалась, что называется. По-моему, даже стало хуже. Мы вот буквально в 2020 году попробовали в нее вернуться. Лучше мы этого не делали. И вот, видите, суть нашего видео в чем? Все равно, знаете, волну надо как-то поднимать. Чтобы, блин, все равно людей считали за людей. Ну и, конечно же, высказаться о наболевшем. Это само собой. Потому что я говорю, да, вот, у нас условия такие. И, блин, нет ничего стыдного, постыдного сказать то, что да, у тебя денег не шибко много. Что ты, допустим, не слишком-то и богат, чтобы играть в бесплатные игры. Как бы это глупо ни звучало. Но все равно волну недовольствия надо поднимать. Потому что иначе дальше будет хуже, хуже и хуже. Вот я вот говорю, в одной обнаглевшей компании решили давать кредиты на игровую валюту. Полноценные банковские кредиты. Другие тебе говорят, что хочешь получать там какие-то эксклюзивы, плати сразу. Не играй, а сразу плати. И при этом запрашиваю с тебя треть суммы игры. Премиальной игры. То есть не условно бесплатной. Мы купили эту игру. В смысле еще плати. Правильно? Вот. Так что поэтому еще раз говорю, да, мы высказали наболевшее, высказали наше мнение. Но надеемся, что, может быть, это видео попадет в правильные руки. Кто-то поддержит, кто-то снимет свое. И это сарафан. Сарафан на радио начнет работать. Ну, надо поднимать этот вопрос. Надо этот вопрос. И не важно, 51 у нас подписчики или 51 миллион. Ну, это что-то я уже, конечно, утрирую. Мне кажется, не знаю, есть такие на ютубе, кто заработал 50 миллионов подписчиков. Но не в подписчиках дело, потому что реально, говорю, надо высказываться. Это очень плохая проблема. Ну что же, друзья, надеюсь, вы согласны с нашей точкой зрения. И если что, напишите свое мнение в комментариях. Только просьба, там, без всяких негативных. Конструктивно опишите свою точку зрения. Как говорится, будем поддерживать общение. Потому что это важно. Нам важно ваше мнение тоже. Потому что, да, я уверен, что мы не одни такие, кто это замечает. Да вообще-то, что я говорю, это на большом уровне уже замечается. Просто я говорю, и даже маленькие каналы, да хоть по 10 человек, должны высказывать это мнение. Ну что ж, с вами были сегодня Танил. И Даша. Канал DD Players 813. Спасибо за внимание и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok